Валерий Чкалов, советский летчик-испытатель, комбриг, герой Советского Союза. Командир экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в США. Всем привет, с вами канал История Мира, сегодня мы вам расскажем историю жизни Валерия Чкалова. Приятного просмотра. Валерий Павлович Чкалов появился на свет 2 февраля 1904 года в селе Василево Нижегородской губернии. Молодой человек был самого простого происхождения. Отца мальчика звали Павлом Григорьевичем. Он работал котельщиком, дома бывал очень редко, много времени отдавал труду. Мать будущего пилота-испытателя Ирина Ивановна. Не работала, вела домашнее хозяйство. В 1910 году скончалась. На тот момент мальчику было всего 6 лет. Когда подошло время, Валерия Павловича отправили учиться в Василевскую школу. Тут он получил начальное образование. По информации источников того времени, академическими успехами летчик не блистал. Однако отличался уравновешенностью, спокойным характером. Хорошо усваивал точные науки, а также мог похвастаться крепкой памятью и трудолюбием. Эти качества помогли будущему пилоту добиться больших высот. В 1916 году молодой человек окончил школу и поступил в Череповецкое техническое училище. Получить специальность в спокойном темпе ему, однако, не удалось. Вскоре из-за нехватки ресурсов и преподавателей, заведение закрылось. Молодой человек вернулся в родное село. С 1918 года он работал молотобойцем под руководством отца. А затем устроился кочегаром на пароход. О службе в воздушных силах Валерий Павлович не помышлял. Однако все изменилось, когда он своими глазами в 1919 году увидел самолет. Молодой человек загорелся желанием связать жизнь с авиацией. Еще сильнее эта мысль укрепилась после приезда в Нижний Новгород и знакомства с земляком Владимиром Фролищевым, который занимался обслуживанием самолетов в авиационном парке. В 15 лет по совету односельчанина Чкалов вступил в ряды Красной Армии. Вскоре его направили учеником сборщика в этот же авиапарк. Будущий летчик проявил себя с лучшей стороны. С 1921 по 1924 годы он усердно учился в специализированных заведениях, где осваивал военные специальности, готовился к самостоятельной летной деятельности. Первый опыт управления самолетом испытатель получил в 1923 году. После окончания учебы в 1924 году молодой пилот поступил в эскадрилью истребителей в Ленинград. На службе проявил себя дерзким и отчаянным сорвиголовой, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности. Сумасбродство летчика не нравилось руководству. Однако выговоры и наказания на пилота не действовали. Порой проблемы доходили до крайности. Так в 1925 году Чкалов Валерий Павлович был осужден трибуналом к году лишения свободы. Он явился на службу в пьяном виде, прилюдно оскорбил и ударил командира. Позже наказание смягчили, ограничившись шестью месяцами. Вскоре пилот смог реабилитироваться. Менее чем через два года будущего героя Советского Союза отправили на повышение квалификации в Липецк. В то время в городе учились немецкие летчики. На показательных выступлениях Чкалов занял первое место. В том же 1927 году, зимой Валерия Павловича перевели в Брянскую авиационную бригаду. Однако долго служить ему не пришлось. Во время одного из групповых полетов, из-за ошибки руководство Чкалов потерпел аварию. Суд решил переложить вину только на летчика, оставив за кадром неграмотные действия командования. Военный трибунал приговорил пилота к году лишения свободы. Кроме того, его уволили из рядов Красной армии. К счастью, за Чкалова заступились Ворошилов и Алкснис. В реальном заключении летчик провел всего месяц. Оставшаяся часть наказания была заменена на условную. Чкалов вышел из брянской тюрьмы. С 1929 года по ноябрь 1930 года числился в запасе. Трудился летчиком-инструктором, преподавателем в Асавиахиме. После недолгого изгнания, в 1930 году Чкалов вернулся в военные силы и стал работать в научно-исследовательском институте ВВС. За два следующих года опытный профессионал совершил более 800 полетов, успел познакомиться с пилотированием 30 самолетов. Он принимал участие в проверке экспериментальных моделей. Например, именно Чкалов управлял воздушным авианосцем. На его плечи выпало испытание огромного бомбардировщика, который нес на борту несколько истребителей. В 1932 году научно-исследовательский институт перевели из Москвы в Щелково, расположенное неподалеку. Изначально простое перебазирование превратилось в первый парад военно-воздушных сил Советского Союза. Валерий Чкалов участвовал в этом событии. Он с экипажем пилотировал тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Вскоре в жизни летчика начался новый период. Зимой 1933 года в биографии Валерия Чкалова случается очередное изменение. Он увольняется из рядов Красной Армии и уходит в запас. Умелого специалиста направляют работать на авиационный завод номер 39. Здесь он совместно с товарищем по службе Александром Анисимовым занимался опытным пилотированием новейших истребителей и самолетов конструкции Поликарпова. Через руки Валерия Павловича прошли десятки, если не сотни образцов новейшей техники. Полеты были экспериментальными, а потому очень опасными. Пилот проявлял большое мужество. Благодаря в том числе его стараниям, страна смогла догнать зарубежных конкурентов и обеспечить воздушную безопасность, которая очень скоро подверглась серьезной проверке. Старания летчика-испытателя Валерия Чкалова не прошли даром. Совместно с конструктором Поликарповым он был награжден Орденом Ленина. Будучи человеком изобретательным и неординарным, еще в начале 30-х годов испытатель стал автором нескольких новых фигур высшего пилотажа, замедленной бочки и восходящего штопора. Однако на этом его достижения не закончились. В 1935 году военный пилот Байдуков, коллега Чкалова, предложил ему совершить перелет из Москвы в США через Северный полюс. Задумка была не уникальной. Незадолго до этого поставить подобный же рекорд попытался авиационный экипаж Ливаневского. Однако перелет был завершен раньше времени, из-за неисправности машины. В 1936 году штурман Беляков, а также испытатели Байдуков и Чкалов обратились к чиновникам с предложением совершить новый перелет. Ответил сам Сталин. Вождь опасался очередной неудачи, потому назвал более простой маршрут из Москвы в Петропавловск-Камчатский. 20 июля 1936 года экипаж начал свой путь. Перелет на Дальний Восток занял целых 56 часов и окончился успешно. Конечной точкой стал остров Чкалова. 10 августа Сталин лично встречал храбрых летчиков на аэродроме в Щелково. Членов экипажа удостоили звания Героя Советского Союза, а также наградили орденом Ленина. Событие было важно еще и с точки зрения идеологии. Высшее руководство воспользовалось достижением летчиков. Вскоре о подвиге русских пилотов узнала не только вся страна, но и мир. Чкалов в одночасье оказался всенародным любимцем, которого уважали все. Валерий Павлович не стал останавливаться на достигнутом. Пользуясь заслуженным доверием, он вновь обратился к руководству с просьбой провести полет в Штаты. 18 июня 1937 года на самолете Ант-25 экипаж начал новый перелет. Путь оказался не в пример труднее того, который летчики прошли до этого. Мешали плохие погодные условия, минимальная видимость. Пилоты сталкивались с обледенением. Полет закончился 20 июня. Экипаж совершил посадку в Ванкувере, штат Вашингтон. Дорога вела через Северный полюс, общая протяженность пути составила 8,5 тысяч километров. Это был настоящий рекорд. В Соединенных Штатах пилотов встретили радушно. Летчиков приветствовали посол СССР Александр Трояновский и сам Джордж Маршалл, который в будущем стал генералом и государственным секретарем. Подвиг Валерия Чкалова и экипажа отметили орденами красного знамени. Вскоре опытный пилот стал депутатом Совета национальностей. В декабре 1937 года, еще при жизни летчика, люди из Василева просили переименовать село в честь выдающегося земляка. Власти на это охотно пошли. Опасности подстерегали Чкалова практически с самого начала службы. Такова была профессия летчика-испытателя. Он несколько раз попадал в аварии. Серьезная катастрофа произошла в начале октября 1937 года. По заданию руководства Чкалов должен был протестировать модификацию самолета И-16 на максимальной скорости. Однако в ходе пилотирования выяснилось, что мотор машины неисправен. Валерию Павловичу пришлось срочно приземляться. Посадка была очень жесткой. Самолет потерпел катастрофу, сам же летчик получил травмы, но к счастью остался в живых. В самом начале декабря 1938 года Чкалова вызвали для пилотирования нового самолета И-180. Это событие стало в жизни летчика роковым. Изначально с машиной было много проблем и сложностей. Дату завершения работ над ней несколько раз переносили. Заканчивали создание в огромной спешке. Конструкторы планировали сдать самолет к новому году. В начале декабря машину осталось только протестировать. Однако, как показали испытания на земле, а также инженерные изыскания, в конструкции было почти две сотни изъянов. Поликарпов протестовал против такого риска. Однако его не стали слушать и отстранили от работы. План экспериментального пилотирования И-180 подразумевал целый ряд этапов. Чкалов отвечал за самую первую – сделать несколько кругов на местности, над центральным аэродромом при выдвинутом шасси. Несмотря на сложные погодные условия, полет шел отлично. Однако в последний момент самолет задел электрические провода, повредился крылом о столб и потерпел аварию. Чкалова выкинула из кабины. Летчик сильно ударился головой о металлическую арматуру. Прибывшие на место рабочие погрузили пилота в машину и отвезли в больницу. Валерий Чкалов погиб в клинике имени Боткина 15 декабря 1938 года от тяжелой травмы головы. Руководители авиационного завода, которые были причастны к испытаниям, получили большие тюремные сроки за то, что сознательно допустили полет машины с огромным числом неисправностей. Впрочем, это не единственная версия смерти Чкалова. Как рассказывала его дочь, катастрофа была хорошо спланированным мероприятием, за которым стояли Берия и сам Сталин. Именно они подвели летчика к смерти, свалив вину на исполнителей в лице руководства авиазаводом. Так это или нет, точно неизвестно. Похороны героя Советского Союза прошли в Москве. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok